Пойдем за мной. Я первый сделаю шаг. Тогда... Я его не заметил! Ну да, там с Поппи мы ехали, потом поезд сорвался с рельс, мы разбились и попали в плейграунд, в какой-то детский сатре, что-то такое. И теперь продолжаем. Поехали, родной. Вы хотите с последнего чек-поинта? У меня никакого чек-поинта не было. Да, давай, ладно, поехали. Глава 3, ребята, глава 3! Какое время? Плейтайм! Я надеюсь, я внесала... СМИЛЕ! ЭТОРНИЙ ДАЙ! Когда ты улетел и оттуда, не будешь ровно и оттуда! Смак, ребята, мы с вами вообще не очень переживаем, потому что мы веселые ребята, что мы всегда здесь с тобой, улыбайся навсегда. Переводчик с 31, лучший. Это мы с тобой не видели, да? Да, не видели. Охренеть! Поппи, поппи, ёбка, мать! Ветер очень страшный. Я не могу спать! Эй, ребят, все будет нормально, я вам обещаю. Весь ветер когда-нибудь пропадает. Хрена себе. Я думал, это вы за меня, у меня шкаф рядом. Кэтнап! Какие они криповые все. Пожалуйста, помоги нам, Кэтнап, мы не можем спать! Помоги нам, помоги нам спать! Какая грибота. Все заснули, а он сидит довольный. Все знают Хэгги-Вагги и Поппи-Плейтайм. Но ваши дети вообще выживают после встречи с последней игрушкой? Мы видели Смайлин Критерс, это последние персонажи, которых создали. Они создали игрушек с таким же названием. Но теперь они получают проблемы из-за этого, потому что это Кэтнап. Так же, как и остальные, ты можешь дернуть его за хвост. И... Все вроде как нормально. Однако, отцы родителей по всему городу говорят о том, что странные и очень жестокие кошмары они видят, когда рядом с этой игрушкой это маленькая улыбающаяся игрушка. Теперь, пока растет эта вся история, забирает Поппи-Плейтайм всех игрушек, которые были проданы. Так же мы удаляем Кэтнапа из всех рекламных сообщений. Но ведь уже урон нанесен. Все дети страдают, и они не могут спать. Мы не можем понять, почему это так. Но единственное, что мы можем сказать точно, твои дети в опасности, когда рядом с Кэтнапом. Блядь, это круто! Нет, то, что мои дети в опасности с Кэтнапом, это, конечно, замечательно, но сделано круто. Блин, я все еще не могу поверить. Он просто вот так вот взял и вышел. Просто в девять. Мне написали, типа, эй, довольно причудливо. Чего? Это... Что? Я от глаз Кэтнапа смотрю? Что происходит? Мы с тобой на поезде были, подожди. Он меня взял и бросил в трубу, как мусор. А зачем? У-ху-ху! Как круто! Как же это круто! Так, слушай, я могу поярче сделать? Я бы очень хотел поярче сделать. Плохо видно мне. А, графика? Блин, родной. Рассказывай пока что свои впечатления. В комментах обязательно. Так, резолюшн. Давай сюда, на соточку. Да. Поехали. О, я вижу все. О-хо-хо-хо-хо! Короче, оттуда мы упали. Нас с тобой Кэтнап туда скинул. Не понимаю, зачем нас Кэтнап скинул. Потому что сразу после этого, скорее всего, на нас с тобой охотиться начнет. Ну, ладно. Мы с тобой от мамки сбежали. Мамку убили, от мамки сбежали. Поэтому чувствуем себя прекрасно. Оглядывайся вокруг, чтобы потянуть к себе какие-нибудь предметы, которые тебе помогут. Так, хорошо. Ну, вот лестница я вижу. Я могу лестницу притянуть? Лестницу не могу притянуть. Так. Слушай, родной, сейчас, секундочку. Все, я экран просто себе большой сделал. Бляха! Кэтнапик, кэтнапик. Так, ладно, давай. А чего я могу подергать? Единственное, что я могу... А, вот этот я могу подергать. Да, хорош. Добрый вечер. Блин, какая графоний хороший. Слушай, они графоний, по-моему, переделали. Что-то там ползало. Так, ладно, нам с тобой нужно найти попи. Попочку, которая где-то потеряла. Поэтому, как только мы ее найдем, мы с тобой будем чувствовать себя прекрасно. Не знаю. Хочу ли я вниз? А у меня нет выбора. Я, в любом случае, на этой штуке могу подняться. Это, короче, маленькая обучалка. Как ходить и как бегать. Так, меня поднимите туда. Спасибо. Попа, не бойся, я тебя найду. А там пасхалка или смерть? А я могу сдохнуть. Да, я по-любому там сдохну. Поверим. Джеронима. Да, я точно сдох. Я не понимаю, зачем Кэтнап нас выбросил? Он ведь явно будет окошиться за нами стороной. Типа, какой ему смысл? Ладно, я уверен, мы об этом узнаем. Все, что мы знаем с тобой в том, что Кэтнап это создание, которое почитает прототипа и даже поклоняется ему. А плейграунд это словно его личная церковь. Это все, что мы с тобой узнаем. Так, пойдем сюда. Ага. Я не знаю, куда мне надо, в какую сторону. Я пока сюда не пойду, подожди. Я хочу пойти везде. Я хочу пойти туда, куда мне не нужно. Я хочу засунуть свою жопу туда, где мне точно быть не стоит. Это мое желание на сегодня. Помогите. И много когтей. Такое чувство, будто бы... Нет, 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 нет. Ты потом узнаешь, о чем я думаю. Повесился опять Бон. Как там? Бон-бон? Нет, я не помню. Я не помню. Брон. Брон-брон-брон. Брон, динозаврик. Динозаврика зовут Брон, если вдруг забыл. Так, ладно, пойдем. Нам только туда можно идти. Больше ничего нигде нет. Везде когти. Беги. И час наслаждения рядом. Час наслаждение звучит, как какая-то странная партуха. Которой я участвовать, наверное, не хочу. Хотя... Наушники у меня правильные, подожди. Ну, конечно. Ну, конечно, они неправильные. Как могут быть наушники правильными, Андрю? Такое не бывает. Сохранение. Это плохой знак. Так, я понял, это хороший знак. Бигус-факин-брэйдус. А если мы туда улетаем, то мы с тобой, наверное, умираем. Не будем. Будем. Идеально. И тут кто-то на тумбочке, короче, сидит и смотрит на то, как дети пытаются сюда пропрыгивать. Так, пойдем. Ага. Ага, я понял. Я знаю, что нам нужно. Замечательно. Тогда... Я его не заметил! Охренеть! Какой он здоровый! Итсо-факин-биф. Слушай, а я точно туда хочу? Он ведь может меня просто сапать. Зачем я иду за... А, ну у меня, наверное, выбора нет. Аккуратно, родной. Андрюха, спокойно, просто... Просто спокойно, Андрюха. Не переживай, не переживай. Я с тобой, Котнап с тобой, если что, хвостом тебя задушат. Будет весело, будет прекрасно. Что может быть плохого в вентиляции, правда? Ничего, абсолютно ничего. В вентиляции никогда ничего плохого не происходит. Только прекрасные, хорошие вещи, только радость и счастье в вентиляциях. Это да. Ух ты, как мило здесь, слушай. Тут довольно прикольно. Ммм, кровь. Хм, ладно, не очень прикольно. Кассета. Поехали. Окей, мистер Харпер. Пожалуйста, объясните ситуацию. Ничего не упускайте. Как в любую ночь, дети пытались уснуть. Было довольно миленько. Тихо-тихо. Котнап напускал дыбу. Потом внезапно крик. Ужасы и ужасы всяких, кошмары происходят, я знаю. Но... Конечно, потому что вы видели вообще Котнапа. И мастерство. Но... И я слышала. Я видела ее руку в моих руках. И я видел, как кровь просто нагревается под ее кожей. Она видела что-то ужасное. Чего-то. Чего она не должна была видеть. Я не хочу, конечно, вас пугать, но... Мисс Харпер, пожалуйста. Мы попытаемся как следует разобраться с тем, что вы нам сказали. Но это очень важно. Девочка объяснила, что она видела. Да. Она видела монстра. Монстра, у которого не было цвета. Я слышала, как ее сердечко продолжало стучать. Для нее этот монстр был рядом с ней. А ее движения были ужасные. Руки дрыгались. Ноги били. Я тебе сейчас расскажу все. Я хотела поговорить с ней. Я хотела бы узнать, как она себя чувствует. Я не хочу услышать ее голос сейчас. Нет. К сожалению, этого делать нельзя. Есть много вещей, с которыми мы должны сейчас разобраться. Но... Все хорошо. Мы продолжим за ней следить. Все равно, все нормально. Нет! Ну, извините меня, если я не уверен, что я не буду с этой хердёй стерпеть. Дайте мне маленькую девочку эту, я посмотрю на нее. Короче говоря, В кассете, видимо, нянька рассказывает о том, что она была с ребенком. Ребенка напускал дым. Кэтнап. Ой, как мило, ёпт. Ребенка напускал дыма кэтнап. Ребенок уснул. Но потом она увидела кошмар. Она увидела монстра, который стоял прямо перед ней. У нее был сонный паралич или что-то вроде того. Она взяла руку няньке и говорила ей о каждом движении монстра, который стоял у нее за спиной. Она его, естественно, не видела. И после этого девочка куда-то пропала. Девочка сказала, пожалуйста, покажите мне. Покажите мне. Точнее, нянька сказала, покажите мне маленькую девочку. Я хочу ее увидеть. Но они сказали, что нет, это невозможно. Мы вам ее не покажем. Скорее всего, потому что она уже померла. Довольно давно. Детям здесь сидели, держали детей. И детям в окнах нарисовали картины улиц. Вместо того, чтобы на улице их выпускать. Над детьми здесь эксперименты ставили. Это точно. Сто пудово. Что это? Там по-любому кто-то сдох. Смотри, сколько мух. Не нападай на меня. Сто пудово там труп. Миллиард процентов там какой-то труп. Так, окей, мы поставили одну. Нам нужно поставить еще. А, хорошо. Это пока что обучение, поэтому все это довольно легко. Как интересно. Короче говоря, кэтнап, видимо, напускает на тебя свой дым. Ты засыпаешь, но во сне ты видишь кошмары. Причем не просто кошмары, а ебаку, которая стоит рядом с тобой и пытается перед тобой удрыгаться агрессивно. Не очень страшное описание, но я думаю, что как-то так. Второй. Я Боббоббоббоббобб Эй, я тебя помню. Я тебя нет. Я ведь слон, а слон всегда помнит. Я хочу знать. А, хочешь знать откуда и почему я помню о тебе и что я помню? Блядь, у меня мурашки, сука. Баба Боббоббб Эй, я помню о тебе. Это было хорошо. Он говорит, помнишь, что я помню о тебе? Я помню о тебе. Я тоже это помню о себе. Это каждое видео, бляха, у меня. Кто мне звонит? Ладно. Это абсолютно нормально. Я слышу, как за стеной кто-то ходит. Слышишь? Кто-то за стеной. И он рядом. Не понял. А как? Так. У меня есть заряд. Пойдем, 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 пойдем. Нужно ответить на телефон. Надеюсь, это не Hotline Miami, а иначе сейчас всем будет плохо. Алло. Эй, эй, эй. Ты слышишь меня? Ты немножечко потерялся. Я не хочу, чтобы ты сдох. Поэтому я тебя помогу. Ну-ка, смотри. Смотри на дыру. Ты теперь при помощи этой батарейки можешь открыть дверь. А кто это? Это добрая версия Кэтнапа? То есть, я уверен, это хорошая версия Кэтнапа. Не, подожди, родной. Спойлеры не кидай. Но, пожалуйста, пожалуйста. Давай будем проходить с тобой, Поппи, вместе. Не кидай спойлеры. Я тебе еще раз говорю. Но мне интересно, если ты не знаешь, что это. Как ты думаешь, кто это? Я увер... Это может быть прототип. Внезапно. Это может быть прототип. Но я, возможно, слишком далеко, глубоко смотрю. Но это может быть прототип, который притворяется. Потому что прототип умеет голоса подстраивать. Он может пытаться заставить меня... Чтобы я ему поверил. Воу. Это ты сделал? Да. Я думаю, тебя тут Кэтнап нашел. Я знаю, что ты, наверное, злой на попу. Который не позволил тебе сбежать. Но она нужна тебе. И мы нужны тебе. А ты нужен нам. Ты наша миссия. Вместе мы можем спасти многих людей. Даже тебя. Плейкер впереди. Это дом Кэтнапа. Одного из улыбающихся созданий. Они... Их было восемь, я думаю. Теперь только он. Плейкер — это его церковь. Его место для охоты. Где бы он ни хотел быть, он будет там. Быстрее. Туда беги. Мы будем с тобой на связи. А меня зовут Олли, если что. Приятно тебя видеть. А мне неприятно тебя видеть, Олли! Слушай, ты! Я сто пудов уверен, что ты мудила. Понял меня? Хоть фу на тебя. Люблю. Пока. Так, ладно. Ну, водитель из меня не очень. Это мы с тобой уже поняли. Первый момент. В момент, как только мне дали поводить поезд, я его расхренячил. Но это все из-за попы. Реально, попа во всем виновата. Я ни в чем не виноват. Она заставила. Она подставила нас с тобой в прошлой серии. Если ты забыл, мы почти сбежали отсюда. Мы почти уехали. Но потом попочка сказала, типа, нет, Андрюха, а давай-ка ты трубу пососешь головой об нее, собственно. И поэтому дернула рычаг. И вместо того, чтобы поехать направо, мы поехали налево. И, собственно, развалились там. Уничтожили себе поезд. Прекрасно. Обожаю, блин, хороших друзей. У меня шо не друг-то, сука? Нет, ну это, в принципе, может описать почти любого друга. Но мои все друзья хотят меня прикончить. Я, возможно, совсем нехорошая личность. Или что-то в этом роде. Ладно, прикольно. Погнали сюда тогда. Сюда, я так понимаю, я не могу пока пройти. Ведь мир через... Через что-то. Мы это с тобой увидим. Секьюрити. О! За безопасность, хорошо. Что это? Почему у детей здесь нет глаз? Сука, почему у детей? Выглядит страшнее. Посмотри на Кисси Мисси. Вот она миленькая, хорошая. Посмотри на этот удуванчик. И теперь посмотри на детей. Неудивительно, что всем кошмары снятся. Дети видят себя в зеркале и охеревают от своей страшности. И ты посмотри просто на это чудо. Это не чудо, это чудо ужаса просто. Так, ладно, хорошо. Я не буду на них смотреть. Но я не могу на них не смотреть. Это как... Ладно. Кнопка. Мне кажется, что это какой-то азбука Морзе или что-нибудь такое. Я не могу тут ничего включить. Ладно, не можем. Пойдем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же интересно. Меня все еще пугает ощущение, что прямо рядом со мной, прямо за этой стеной может ползать Кэтнап. Просто издавай звуки, как мы с тобой услышали. Это я видел в трейлере. Хватай хэндл и крути шар при помощи Q и E. Смотри. Я правильно понял? Сейчас, подожди, подожди, подожди. Ох, охренеть. Короче, когда я хватаюсь сюда, он показывает, куда моя рука полетит, когда я сделаю вот это. То есть я должен при помощи Q и E покрутить, направить это на нужное направление. После этого сделать вот так, правильно? И вот так. Е-е-е-е. Мозг 31. Самый умный в этом городе. Мне очень нравится, что они здесь добавляют новые всякие пазлы. Это очень круто. Мамочка пьет. Плейтайм лимонад. Как круто. Как круто. Я все еще радуюсь. Потому что это, мать его, поппи плейтайм. Ведь мир через глаза детей. Элиот Экспресс. Мир тем, кто верит. То есть это реально церковь? Здорово. Эй! Эй! Я Кикен Чикен! Хочешь пойти со мной на улицу и повеселиться? Я хочу пойти на улицу! Я хочу пойти на улицу! Зачем я вообще сюда пришел? Ах, да, ребенок мой. Хочу сюда прийти и увидеть моего ребенка. Хотя, честно, на последний мне уже, если честно, довольно наплевать. Довольно клево там на улице. Наверное. Правда, я никогда не был на улице. Ты пойдешь со мной? Я испуган, если честно. Давай, пойдем за мной. Я первый сделаю шаг. Просто не надо на солнце смотреть без очков. Дебил. Блин, меня это крипа... О! Что такое? Андрюха, ты что пугаешься всякой белочи? Меня аж мурашки пробило. Огромные когти. Убитая игрушка. Так, ладно. Я так понимаю, мне нужно... Да, 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 да. Мне нужно сюда нажать. Окей. Хрена! Ты посмотри, какой у меня длинный! Обосраться! Он намного стал... Он намного стал длиннее у меня сейчас. Я не знаю, что со мной произошло. Но реально, у меня он настолько стал длиннее. Смотри, насколько... Да я могу уйти в Казахстан просто с такой длиной! Обалдеть, это так задумано? Или реально мне кто-то... Ладно, хорошо. В общем, что мы с тобой узнаем сейчас? Кэтнап нам с тобой зачем-то помог или не помог. У него есть церковь, и в этой церкви ему как будто бы поклоняются. Попа, наша подруга, решила нас подставить и не дать нам сбежать. Привет. Меня зовут Элиот Людвиг. Элиот Людвиг это чувак, который создал весь Поппи Плейтайм, который, ну, такой, Эндрю Райан этого места. Когда ты видишь вокруг, на мир вокруг, что ты думаешь этому миру нужно? Я спрашивал многих людей об этом. Многие говорят деньги, у меня их нет. Другие говорят понимание, у меня его нет. Последние говорят вера. Все потеряли веру. Каждый ответ был разным. Да, я могу видеть правду в каждом из них, но я думал, что каждый кое-что упускает. Что-то очень-очень простое. Видишь, ни один из них не мог улыбаться. Там было что-то. Там было что-то. Вот сейчас тебе надо было остановить кадр, посмотреть. Там было что-то, наверное. Смотри вокруг тебя. Тут написано, там надпись, смотри вокруг тебя. Мир это улыбка. Мир это любовь. Мир это понимание. И, возможно, нет ничего, что делает душу более приятной, чем заставлять ребенка улыбаться. Убойся, сука. Это улыбка, которая дает всему миру надежду и счастье. Это единственный способ создать настоящий мир лучше. Тот мир, который нужен нашим детям, чтобы они не боялись ничего, чтобы они были защищены. Ведь именно ради этого данная компания и была создана. Дети заслуживают улыбки. Они заслуживают быть любимыми. Они заслуживают дом. Вот почему в этом огромном здании я с громадной радостью представляю вам... Блейкер! Наш маленький сироткин дом. Но это не просто сироткин дом. Это школа. Это место для игры. Это место, где ты будешь принадлежать. Твой дом. Тот самый дом под землей, которого всем не хватает. Здесь все сделано только ради того, чтобы дети улыбались и радовались. Дети, учителя, родители, мамы, папы. Все они здесь, как и ты, для того, чтобы дети веселились. Может быть, мы принесем счастье, вдохновение и улыбки всем, кто заходит в эти двери. Ведь если это не смысл жизни, то что? Это меня опять. Олли. Клевое место, правда? Но я бы не сказал. Дети здесь раньше жили. Теперь посмотри на это. В любом случае, ты видишь статую в центре этой комнаты? Возьми лестницу и пойди туда. Есть довольно клевая комната там. И она весь плейкер наслаждает энергией. Я тебе дам ключ. Я-то, конечно, хочу. Здорово, Брон. Я-то, конечно, хочу туда пойти. Я бы очень хотел. Но, сука, я не могу. Я не могу отпустить мысль о том, что ты, Олли, паскуда, меня хочешь подставить. Ведь нет ничего более страшного в любом месте, чем ребенок, который улыбается. Вот это самое страшное, реально. Поппи, Кэтнап, Кисимиси, Хагиваги. Нет. Самое страшное, это ребенок, который хихикает, радуется и зовет тебя к себе. При этом в месте, где детей быть не должно. Вот это реально страшно. Блин, как круто. Я хочу здесь везде походить. О. Хоппи-хоп, скотч. Не боится прыгать. Так, подожди. Тут только он? Ага. Давай сначала начнем. Буба-буба, фэнт. Я Буба-буба, фэнт. Я помню тебя. А, то есть здесь просто кнопка дает им первую реплику, а потом всех мы можем отдельно найти. Буба-буба, фэнт это мозг всей банды. Он милый и клевый и умный. Он друзей вставляет держаться на пути и всегда подсказывает им, как сделать умные решения. Я надеюсь, что они все вырастут такими же умными, как и он. Ну, каждый по-своему. Так, хорошо. Крафтикорн, он наблюдает. Он любит все цвета и всю креативность. Он понимает важность искусства. Он делится этим со всеми. Картинки, всякие карандаши, краски, все такое. Он может видеть счастье и радость во всем. Это же ты! Олли, это ты! Это Олли, стопудово. Так, только не спойлери мне сейчас, родной, не спойлери. Если ты знаешь, что это, то не говори мне об этом. Но мне кажется, это голос Олли. Того самого чувака, который с нами по телефону разговаривает, да? Или это он, или это не он. Но мне кажется, голоса очень похожи. Ты можешь назад открутить и послушать. Я это сделаю на монтаже. Хопскотч. Не боится прыгать туда, где остальные сидят. Хоппи, это друг, который каждому нужен для того, чтобы поддерживать свою энергию и энтузиазм. Пока кто-нибудь скажет, что он громкий и нетерпеливый, он всегда прыгнет рядом с ним. И все друзья будут понимать, что они не могут останавливаться ради того, чтобы успевать рядом с ним. Капец, у него, походу, гидроцефал. Почему у него такая большая голова? Я хоппи-хоп, скотч. Хочешь прыгнуть к луне со мной? Нет. Пики-пиги. Что более важное, чем играть и веселиться? Он знает ответ. Еда и тело, которое поглощает все вокруг. Вот почему она предлагает всем своим друзьям есть хорошую диету. Хотя, конечно, она обожает жрать бекон. Бекон? Так она сама, Свинья, она обожает есть своих сородичей? Я разговар... Я читаю, дай почитать. Это Догдей. Он счастливый, веселый и наслажен, и реальный лидер всей нашей команды. Все ему верят, потому что он всегда будет находить самое лучшее в любой ситуации. И он всегда будет поддерживать всех, кто рядом. Догдей говорит, лови. Новых фраз они не говорят, они только одну говорят. Бобби Бэрхак. Он милая, хорошая, приятная душа. Бобби показывает добро и радость всем. И для всех. Друзья, места, вещи, маленькие или большие. Неважно. Все получают ее любовь. Которая дает им радость, наслаждение и внимание. Нет! Это... Это ее голос. Оли. Оли это либо Бобби Бэрхак, либо Юникорн. Но у них очень похожи голоса, мне кажется. Прямо очень похожи голоса. Кикен Чикен. А вот это мы слышали с тобой. Кикен Чикен. Крутой чувак. Он всегда старается быть крутым, несмотря ни на что. Даже в самой серьезной ситуации. Сбей его. И он подберет себя снова и скажет. Что еще ты мне покажешь? А тут будет Кэтнап? Нет, Кэтнапа здесь нет. Вау. Я хочу везде походить. Так, ладно. Мы еще походим, но чуть-чуть попозже. Давай пойдем сюда. Закрытая зона. То есть смотри. Кэтнап. Глава всей этой банды. Но у каждого из банды есть какие-то свои отдельные характеры. По которым они действуют. И пока что моя теория, что это либо Медведь, либо Крафтикорн. Со мною рядом. Разговаривает. И я думаю это Крафтикорн. Оп. Отсюда ключ сейчас придет стопудово. Здарова. Слушай голос. Вот. Ты получил ключ. Теперь ты наверное спрашиваешь вопрос. А куда этот ключ? Иди назад. И ты найдешь дверь. Слева от кабля, к которому ты приехал. Я тебе говорю это голос один в один. Я раскрыл тебя, Олли. А здесь у нас электричество. Но электричество... Да нет, работает. Эта машина мне очень напоминает Бенди. Бенди эндзик машин. По-любому отсюда сейчас вылезет какая-нибудь монстря. Сейчас что-то будет, да? Сейчас что-то будет. Нет? Вообще здесь довольно уютно, я тебе скажу. Довольно хорошо, довольно уютно. Я не знаю, могу ли я куда-нибудь пойти пока что, пока все закрыто. Везде когти, видишь? Я предполагаю, что со мной может разговаривать все же прототип. У меня вот два варианта. Либо это мишка, либо это прототип. Так, ну это мы с тобой посмотрим потом. Пойдем. Потому что прототип же умеет притворяться, и он как раз притворяется моим другом. Может быть в этом идее. Тут по-любому где-то еще и кассеты есть, но мы с тобой посмотрим по всему подробнее потом. Открыто. Добрый вечер. О-о-о-о, как круто. Обалдеть. А, окей. Я думал, что это не сохранение, а что-то меня глючит на чего. В общем, избегать нужно Кэтнапа и его вдохов-выдохов, потому что они создают у меня галлюцинации. Это мы с тобой узнаем. Надо избегать ли Критерсов других ребят, я пока что не знаю. Ладно, родной, давай пока на этом закончим. Я сейчас сразу пойду снимать следующее видео, и скорее всего сразу же, как только я его закончу, я выложу тебе вторую часть. Но я очень хочу сейчас выложить тебе это, чтобы ты понимал, что вы с тобой, родной, начали. Ладно, давай, до скорого. Увидимся. Я сейчас замонтирую и продолжаю. Пока, до скорого. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok